Ситуация взорвется. Мы предупредили ОДКБ, что уничтожим их, если они выйдут против армянского народа и попытаются защищать власть. Собеседник Лрагир, советник бывшего начальника генштаба вооруженных сил Владимир Пагасян. Парон Пагасян, Баку установил КПП в Бёрдзарском коридоре, как вы расцениваете сложившуюся ситуацию? В своих последних интервью я говорил, что они продвинутся. Говорил, что пока эти люди находятся в Армении у власти, ситуация не изменится. Вчера я побывал в селе Тех, там есть высота, которую занимали русские. На моих глазах русские покинули высоту, выведя всю технику. Мы остановили машину, я спросил, вас эвакуируют? Сказали, нет, едем на техобслуживание. Ребята предупредили, что явно что-то произойдет. И после этого туда пришли турки и установили КПП. Армянская сторона заявила, что это зона российской ответственности, и именно российской стороне предстоит решать проблемы. Как вы это расцениваете? Россия и Турция всегда мечтали о Сюняке. Когда власти Армении говорят, что ответственность несет российская сторона, я хочу напомнить, что ответственность несет в первую очередь Армения. Подписав заявление 9 ноября, ты заложил основу всего этого. Вы что, не понимали, что турки готовятся к такому шагу? Почему не подготовились заранее? Когда вы покидали Бердзор, разве не ясно было, что турки пойдут дальше? Это большой спектакль. Армянскому народу навешали ослинные уши, рассказывают сказки, говорят, будто все было неожиданно. Что за сюрприз? Если ты 2,5 года назад подписал и сдал Бердзор, турки продвигаются вперед, а вы отдаете только один приказ – не стрелять. Если не отвечаешь – не стреляешь, так все и будет в итоге. Скоро возьмут Горис и откроют Зангизурский коридор. Каждый раз бросают камни в армию, офицеры уже и служить не хотят. Никол Пашинян заявил, что Армения готова к размещению наблюдателей ОДКБ. Какие цели это преследует? Поскольку дело близится к финалу, он понимает, что подписал, и ситуация в Армении взорвется. А для сдерживания нужны войска ОДКБ. Помните, как после событий в Казахстане, секретарь Совбеза Армен Григорян сказал, что мы надеемся на помощь ОДКБ, в случае, если в Армении процессы пойдут так же, как в Казахстане. Теперь они работают на такие процессы. Я недавно говорил с дипломатами стран ОДКБ. Я предупредил их, сказал, чтобы они предостерегли своих. Поскольку я не верю, что военные Казахстана, Кыргызстана или Белоруссии могут поднять оружие против Азербайджана, я сказал им, что мы для вас не Казахстан. У нас 30 лет военного опыта, и если ОДКБ вдруг войдет в Армению, и вы используете блок против армянского народа, вы вывезете отсюда тысячи трупов. Армения для вас не театр для кривляний. Мы уничтожим вас, если вдруг решитесь пойти против армянского народа, чтобы спасти эту власть. Даже если вы хотите только охранять границы, нам и этого не нужно. Что нужно делать? Нам надо объединяться и привести к власти проармянскую силу, а не чужеродных агентов. При любом раскладе ситуация в Армении взорвется, но во избежание хаоса и вмешательства внешних сил, нам надо консолидировать усилия. То, что сейчас происходит на границе, не обнадеживает. В селе Тех оборону на 90% осуществляет ополчение. Их недостаточно обеспечивают амуницией, зарплаты с первого числа сократили. Ополченцы, которые полмесяца стоят на постах, получают по 60-70 тысячам драмов. А полиция в Ереване получает дорогущие самокаты. У ополчения нет оружия, нет приборов ночного видения, а они полицейским игрушки покупают. Врут, что армия всем обеспечена. Я прекрасно знаю, что происходит в армии и что делается. Офицеры не сидят молча, среди них зреет ропот. Я не знаю, о чем думает наш парламент. Зарплаты ополчения сокращают, а парламент не в курсе. Как так можно? Это специально все подстроено. Полицейские, охраняющие Никола, получают 300-400 тысяч, а ополчение – копейки. Установка КПП привела к стопроцентной блокаде Арцаха. Эти люди будут там жить в плену. Народ должен очнуться и отправить эту власть во Свояси. Как только это случится, Армения изменится за 24 часа. Нам надо экстренно обратиться в ООН с требованием отправить в Арцах международные миротворческие силы. Или обратиться к США, Франции, Польше, Литве, Латвии с просьбой вести войска. Нужно выходить из ОДКБ и ЕАЭС. Обратиться к Европарламенту с требованием направить международные войска в Армению. У нас больше нет другого пути спасения. Субтитры создавал DimaTorzok